Здравствуйте! Вы смотрите новости. В студии работает Дарья Ковалевская. О главных событиях жизни русского мира вы узнаете прямо сейчас. В этом выпуске. Спорное искусство. Анатомическая выставка «Мир тела». Онлайн-марафон «Маршрут Гагарина шагает по планете». Выбор редакции. Топ-3 театральных пространства. А теперь более подробно об этих и других новостях. Искусство не для всех. Скандальная выставка «Мир тела» уже успела вызвать множество противоречий в российском обществе. Сразу после ее открытия негативные обращения стали поступать в мэрию Москвы и Минкультуры России. Эпатажную экспозицию оценила и моя коллега Полина Прокопенко. Эта анатомическая выставка побывала более чем в 30 странах мира. Но в первые же дни в России успела вызвать широкий резонанс. А всему виной довольно провокационные экспонаты. Отправиться в настоящее путешествие по человеческому организму приглашает создатель международной выставки «Мир тела» Гюнтер фон Хагенс. Именно он в 1977 году изобрел особый метод пластинации – технологии, которая позволяет полностью сохранить тело и органы умершего человека или животного. С помощью пластинации изготовлены и все предметы этой экспозиции. На выставке мы видим тела людей, которые когда-то завещали себя науке. Экспонаты, которые представлены на выставке Body Worlds – это доноры. Они при жизни приняли решение завещать свое тело науке и искусству. Точно так же, как некоторые люди принимают решение отдать свою печень, отдать свою почку или дать свое сердце, в качестве донора точно так же забесплатно они отдают свое тело науке. Мир тела покажет историю и становление человека. Каждый из разделов выставки демонстрирует разные периоды жизни, привычки и наши индивидуальные особенности. Процесс старения, влияние внешних факторов – все эти перемены, скрытые от нас в обычной жизни, можно увидеть здесь своими глазами. Как оказалось, яркие реалистичные предметы экспозиции помогают посетителям выставки задуматься о здоровом образе жизни и даже отказаться от некоторых пагубных привычек. Эта выставка имеет еще и в одну очень важную миссию. Согласно статистике, которая ведется уже на протяжении 25 лет, примерно каждый десятый курильщик, который оказывался на выставке, бросает курить. И примерно треть людей меняет свой образ жизни, ведется специальная статистика. Практически у всех тех людей, которые шли на выставку настороженно, поменялась точка зрения, потому что они увидели, что это во многом искусство. Интерес к выставке до сих пор не утихает. По выходным посетители готовы стоять в долгих очередях, а среди гостей экспозиции можно встретить даже знаменитостей. Например, на прошлой неделе выставку посетил лидер политической партии ЛДПР Владимир Жириновский. Чрезмерная критика арт-объектов вынудила политика лично осмотреть экспозицию. Идею выставки Жириновский одобрил, но завещать свое тело во благо науки все же отказался. Впечатление хорошее, выставка важная, нужная. Обязательно пускай посещают, смотрят, но дайте какую-то версию. Объясните людям, что происходит в организме. Что это не просто схема мышцы, суставы, расположение органов. Что это живой организм, это огромный источник любых заразных болезней. Выставка «Мир тела» будет открыта на ВДНХ до 31 января 2022 года. По итогам новой экспертизы было принято решение ограничить доступ для детей. Теперь несовершеннолетние могут посетить выставку только в сопровождении взрослых. Полина Прокопенко, Андрей Челышев. Специально для телекомпании «Русский мир». Из самых разных уголков земли приходит в нашу редакцию удивительная история от участников онлайн-марафона «Маршрут Гагарина». Свои видеоработы уже прислали жители Египта, Греции и Болгарии. Напоминаю, что присоединиться к ним можете и вы. Отправиться в путешествие вместе с первым космонавтом Земли приглашают вас в фонд и телерадиокомпания «Русский мир» совместно с телестудией Роскосмоса. Участники онлайн-марафона «Маршрут Гагарина» рассказывают о памятных местах, улицах и самых разных уголках планеты, которые хранят воспоминания о легендарном советском летчике-космонавте. Во время своей знаменитой «Миссии мира» Юрий Гагарин посетил более 30 стран и побывал на самых дальних континентах Земли. Мы приглашаем всех желающих снять, рассказать об этих местах и поделиться своими интересными историями. Свои работы в видеоформате вы можете размещать в социальных сетях с хэштегом «Маршрут» нижнее подчеркивание Гагарина, а также присылать их на электронный адрес конкурс собакорусскимир.тв. Лучшие сюжеты мы покажем в эфире телеканала «Русский мир» и телестудии Роскосмоса, объединив их в одно большое путешествие 12 апреля. Ценители качественной литературы смогли утолить свой духовный голод на ярмарке «Нонфикшн», которая прошла накануне под стеклянной крышей гостиного двора в самом центре столицы. С полными сумками книг ушла с этого литературного пиршества и моя коллега Евгения Фахурдинова. Выставка-ярмарка интеллектуальной литературы «Нонфикшн» в очередной раз подготовила масштабную программу мероприятий, освещающих главные события книжной индустрии. На какие литературные новинки нужно обратить внимание и какие проекты подготовили лучшее издательство страны, узнаем прямо сейчас. Более 300 крупных и малых издательств и книготорговых компаний объединилось в рамках одного пространства. 22-я международная ярмарка «Нонфикшн» побила все рекорды посещаемости, как всегда представив на суд читателей лучшие из художественной, научной и научно-популярной литературы. Австрия, Беларусь, Болгария, Венгрия, Германия, Израиль, Мексика, США и другие 19 стран-участниц собрали профессиональную публику, имеющую отношение к книгоизданию, а также литературных критиков и читателей. Всего около 30 тысяч посетителей. У нас к ярмарке книжной, как всегда, выпущено очень много новых книг, в том числе и самых известных авторов. Нас порадовала Гузель Яхина своим романом «Третьим эшелон на Самарканд. История голодов по Волжье и эвакуации детей в Среднюю Азию». Вышел новый роман Михаила Гигалашвили, который называется «Кока». И это абсолютный мастрит для всех ценителей русской прозы, всех, кто помнит его «Чёртово колесо», будут вознаграждены за долгое ожидание. Роман совершенно блестящий. «Нонфикшн» — это ещё и международный форум, где заключаются контракты и устанавливаются прямые контакты между авторами, издателями, литературными критиками, агентами и переводчиками. Однако помимо масштабной программы мероприятия, здесь можно познакомиться с уникальными авторскими книгами, в том числе в области инклюзивной литературы. Издательство «Феникс» организовало офлайн-конференцию с одноимённым названием «Федерального социального проекта «Кластерный подход к рынку инклюзивной литературы в России», в рамках которого будет создан федеральный реестр культурных учреждений и мест для досуга и отдыха, доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для нас очень важно, чтобы было понимание, что происходит, что с этим делать, как все развиваться, а также принять и дать такой хороший старт для деток с любыми особенностями, быть социальными, быть вовлечёнными в нашу жизнь. Почётным гостем офлайн-конференции в рамках ярмарки «Нонфикшн» стала Анна Годинер, куратор национальной секции Международного совета по детской книге о детях и подростках с ограниченными возможностями здоровья. Она занимается художественной и документальной литературой для детей, подростков и взрослых о героях с особым детством. И уже восьмой год подряд на выставке-ярмарке «Нонфикшн» собирает один из лучших топ-листов. Самая серьезная тенденция, которую я вижу в книгах, она связана с тем, что особый герой, ребёнок, подросток, он перестаёт быть героем, который как бы над повествованием, а он входит в пространство жизни. И книги эти, они говорят о взаимоотношениях в семье и в социуме. И это самое интересное на сегодняшний день. Презентации своих новых романов в рамках ярмарки провели Захар Прилепин, Дмитрий Быков, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин и многие другие. Иностранная программа ярмарки прошла онлайн и оффлайн. В мероприятиях приняли участие испанский писатель Антонио Муньос, директор Итальянского института культуры в Москве Даниэла Рице и польский писатель Януш Вишневский. Евгения Фахурдинова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». Настоящие ценители театрального искусства знают о ежегодных фестивалях и площадках, на которых можно насладиться современными спектаклями, перформансами и арт-проектами. С лучшими театральными пространствами Москвы познакомимся в следующем сюжете. Боярские палаты Союза театральных деятелей России – одно из самых интересных столичных пространств для творчества. Именно здесь проходит фестиваль молодой режиссуры «Арт-миграция», проводит встречи с ведущими деятелями российского и зарубежного театра и, конечно же, играют спектакли. Сегодня это сценическая фантазия по мотивам пьесы Чехова «Три сестры» под названием «Сны Прозоровых». О ком и для кого расскажет художественный руководитель проекта режиссер Владимир Байчев. Это работа, которая предполагает очень глубокое и очень пристальное всматривание в душу живого человека. И это попытка разгадать, чем живет чеховский персонаж, как он устроен внутри своей жизни, которой он живет. Современный лофт старинного аскетичного пространства с кирпичными арками и сводами, беспривычной для традиционного театра сцены, помогает зрителю еще ближе прикоснуться к актерским импровизациям необычного спектакля. «Сны Прозоровых», «Шаг за пределы текста», «В область подсознания», «Яфи сны», «Реальность и фантазия» – все смешивается здесь и сейчас. Моя героиня, мне чем интересно, ее нет совсем в пьесе Чехова, она лишь вскользь, вспоминания о ней. А я, когда мы разбирали всех героев, подумала, почему бы нет. И вот моя попытка разобраться в ней, почему она кажется такой странной для героев самой пьесы, ну и вообще показать через эту героиню, что, несмотря ни на что, нужно стремиться к счастью. Быть в тренде современной Москвы помогут и другие театральные площадки, где собирается все самое необычное, социальное и актуальное. Среди них – экспериментальный центр новой драмы «Практика», ориентированный на поиск новых острых тем и сюжетов. Место коллабораций различных видов современного искусства – «Гоголь-центр». На его сцене проходят самые актуальные и порой скандальные постановки. Электротеатр «Станиславский» – технологичное сценическое пространство Москвы, прижившие масштабную реконструкцию и получившие свое современное название. А еще ДК «Трехгорка» и «Центр имени Мерхольда». Этот список можно продолжить. Пишите в комментариях, какие театральные площадки любите вы, и мы расскажем о них подробнее. Любовь Курьянова, Андрей Челышев. Специально для телеканала «Русский мир». О самых интересных событиях и жизни русского мира вы узнаете в нашем следующем информационном выпуске. Давайте делать новости вместе с телеканалом «Русский мир». Если в вашей стране, городе, проходят интересные мероприятия, связанные с жизнью русского зарубежья, будем рады вашим репортажам с места события. Свои работы вы можете присылать по адресу новости.рм.собакаяндекс.ру До новых встреч и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова